Приветствую всех, я хочу запустить небольшую сервию роликов, посвященных чувствам, не то чтобы они все, эти чувства, были неизвестными, непонятными, но я считаю своим долгом, я считаю необходимым, значит, рассказать о каждом из основных чувств, немножко, естественно, больше пойдет речь о негативных чувствах, немножко мы поговорим о позитивных ощущениях и переживаниях. Начнем мы с самого простого, с злости и гнила, в принципе одно и то же, что такое злость? Чувство злости формируется как тонизирующее, значит, чем-то схожее с агрессией, но не совсем. Чувство злости является мотиватором к действию, а человеку злящемуся хочется что-то делать, у него появляется довольно сильный мотив к тому, чтобы что-то сделать. Ну и телечно-ориентированные психологи выделяют решение дыхания, отцепиение, повышенная потливость, может быть, но тут все очень индивидуально и я предпочитаю. Вот конкретно об этих, наверное, аспектах не говорить, потому что есть нюансы. Значит, чувство злости осуждаемое чувство, оно осуждается в обществе, причем в любом обществе осуждается. Сейчас на данный момент как западным, так и восточным, считается неприемлемым, нерелевантным, деструктивным и, в общем-то, под злость. Значит, очень много всего помещается. Это вредность, токсичность, саркастичность, критические какие-то тенденции. Все это, все это пытаются объединить в одно, в злость. Хотя, на самом деле, совершенно очевидно, что к злости все перечисленные вещи не имеют никакого отношения. Прямого, по крайней мере. Значит, давайте мы немножко поговорим о вообще образовании такой злости. То есть понятно, что злость происходит от слова зло. И это очень большая проблема для человека, потому что в таком вот полюсном мировосприятии, где существует добро и существует зло. Зло. Злой человек тот, который чувствует злость. То есть это изначально что-то плохое, что-то деструктивное, противное вообще любому нормальному человеку. И тут, наверное, стоило бы сказать, что такое зло и что такое добро. Вообще, что такое? Как понять, что добро, а что зло? Что думает добрый человек, когда совершаются или иные поступки? И если мы посмотрим очень внимательно на это, то мы увидим, что злой человек, злой человек, он всегда думает, что действует правильно. Он всегда думает, что он делает что-то хорошее. Злой человек. Вот если есть такая возможность, да, то можете спросить кого-нибудь злого, вот что ты вообще хочешь, вот для чего ты делаешь? Человек скажет, что он руководствуется какой-то очень благой идеей, у него есть благая идея. И в общем-то никакого зла там нет. А что отличает в таком случае доброго человека от злого? Отличает слово человека от доброго, во-первых, агрессивность. То есть нетерпимость к добрым людям, в кавычках. Ну, наверное, грубость. И может быть некий такой, некая, такая, знаете, неумеренность в выражении своих мыслей. Вот. Но так же, как и добрый человек, злой человек, тот, который испытывает якобы злость, он продвигает какую-то благую, по его мнению, идею. И очень часто от добрых людей злые отличаются количеством. То есть доброе – это то, что общепринято. Злость – это то, что не принято. Люди, которые не являются входящими в число состав чего-то общепринятого, вот они чувствуют себя действительно злыми или озлобленными. Ну, озлобленность от злости отличаются в принципе от длительности. То есть озлобленность – это постоянное чувство злости, злость – это ситуативное чувство. И как вот вы думаете, какое, как можно было бы охарактеризовать состояние человека, злого или озлобленного, человека, который чувствует себя непринятым, чувствует угрозу своему существованию со стороны добрых людей. Видятся ли ему эти добрые люди добрыми – вопрос. Но факт остается фактом. Злость – реакция на угрозу. Добрые люди, в кавычках, угрожают злому человеку. Злой человек чувствует угрозу со стороны добрых людей, потому что они говорят ему, что он делает неправильно что-то. И человек реагирует на угрозу злости. Что происходит дальше, когда человек чувствует злость? Появляется необходимость, появляется потенция к тому, чтобы себя проявить, чтобы себя защитить, себя разместить в пространстве. Размещение в пространстве может быть как активным, так и реактивным. Активное размещение в пространстве – это нападение. А злой человек нападает на доброго человека, видя угрозу просто факта его существования для себя. Здесь работают механизмы переноса, здесь работают механизмы психологических защиток. Об этом мы сейчас говорить, понятное дело, не будем. Но активное выражение злости – это вот такое. Добрый человек своим фактом существования угрожает злому человеку. При том, что этот добрый человек не делает ничего для того, чтобы как-то взаимодействовать с этим злым человеком в данный момент. Злой человек, случайно увидев доброго человека, оказывается задетым существованием этого доброго человека. И активно, то есть инициативно начинает выражать свою позицию. Эта позиция является чужеродной для доброго человека. Является осуждаемой чаще всего по своей форме. То есть такой эпопажный, демонстративный. Кто-то может сказать нарциссичный. Некоторые могут даже использовать слово психопатичный. Вот. Но это, если будет такой же позаброс, то про каждый тип, ну, про психопатичную реакцию, нацистичную реакцию можно будет поговорить отдельно. Но я не думаю, что это сейчас устребовано, потому что информации об этом очень много. И я не думаю, что имеет какой-то смысл об этом говорить. Реактивная злость – это реакция на активность доброго человека. Я напоминаю, что понятие добрый человек и злой мы используем безусловно. Потому что доброта, добро и зло используются как разные наименования разности в идеях мировоззрений и философии. Если мы внимательно посмотрим на историю становления каких-то личностей, мы можем увидеть, как добрые личности в кавычках превращаются в злых и наоборот. Дальше. Значит, реактивная злость. Реакция на активность доброго человека, ну, более представляющая из себя классическую защиту. В виде нападения, в виде угроз, ну, каких-то, да, страны защищающегося. Вот. И так далее. Что нужно понять в данном случае про злость? Что нужно для себя выделить? То, что на микроуровне всегда возникает состояние условного добра и зла. То есть всегда возникает состояние разности меня и кого-то. Ну, поскольку все люди разные. В этом смысле чувствовать злость неизбежно и нормально, потому что это чувство призвано для того, чтобы сохранить целостность личности. Чтобы личность не растворилась. Чтобы она сохранила свою самоидентичность. Таким образом, злость это абсолютно нормальная реакция. А если злость сдерживать и пытаться быть толерантным, но нетерпимым, то злость может превратиться в агрессию, в ненависть и в ярость. А более-более слабой формой злость является раздражение. Раздражение чаще маскируется под непонимание. Чего? Чего? Вы могли это замечать, когда человек говорит, я не понимаю тебя и не понимать это нормально. Невозможность понять кого-то. Это нормально? Я не понимаю, как ты можешь есть эту еду? Это нормально? Нормально. Но если в этом непонимании возникает раздражение или злость, это означает, что какая-то угроза ощущается тем, кто это говорит. И, естественно, аккумулирует ресурсы для того, чтобы сохранить свою целостность, чтобы остаться при своих, чтобы остаться на своей позиции. Можно ли говорить о том, что угроза это всегда про комплексы, про неуверенность, про страхи, про внутренние конфликты? Нет. Другое дело, что угроза бывает прямая и непрямая. И вот если у человека возникает раздражение на непрямую угрозу, мы здесь имеем дело с психологической проблемой самых разных вариантов. Реагировать на прямую угрозу злостью? Нормально. Агрессии? Также нормально. С нервностью? Ну вот. Уже в меньшей степени, потому что если злость оправдана в 50% случаях из 100, агрессия оправдана в 30% случаях из 100. Ну и, соответственно, ярость, в общем-то, самая маленькая по оправданности и по степени проявлениям. Вот. Но все эти, все эти проявления, они не менее важны, чем собственно злость. Вот. Чаще всего проблемой человека, который злится, является не сама злость и, ну, какое-то разрушительное. Выражение ее. Чаще всего проблемой для самого человека оказывается невозможность, во-первых, отличить прямую угрозу от непрямой, а и идентифицировать собственно саму злость. То есть человек часто маскирует ее под что-то другое, ну, считай непонимание. И невозможность увидеть за злостью угрозу и скорректировать себя в соответствии с этой угрозой. Как-то. По разным причинам. Вот. Если для меня является угрозой высказывания человека о чем-то, то благоприятной средой моей уязвимости могут быть самые разные факторы. Это могут быть факторы негативного опыта из прошлого. Это могут быть факторы моей невнимательности. Это могут быть факторы внутреннего конфликта, противоречия и так далее. Что нужно понять, так это то, что злость играет на сохранение личности. На сохранение ее целостности. И проблемой для человека является именно выражение этой злости. В идентификации того, что мне хочется в этом чувстве. Дело в том, что чаще всего злость переносится на другого человека и проецируется на него. То есть, мы говорим, это ты злой, ты мне угрожаешь, ты плохой. Нет, на самом деле, просто я злюсь и вижу в другом человеку угрозу. Это не означает, что другой человек плохой. Вот. Чтобы понять, куда мне двигаться в векторе злости, необходимо сначала распознать угрозу, прямая она или нет. То есть, тип угрозы. Потом суть угрозы и свою реакцию. Потому что угроза полезна для человека, а также как и злость, тем, что как бы происходит обновление, обновление важного, важного, обновление важности чего-то для человека. Есть люди, которые этого могут бояться. и предпочитают находиться в своего рода изолированном таком состоянии для того, чтобы не чувствовать важности. и тем самым, ну, по сути быть, как им кажется, статической системой, что обречено на провал, потому что человек динамическая система в постоянном развитии, в движении. На этом все. На этом все. Я надеюсь, что это было интересно и полезно. Буду благодарен за поддержку меня. Ссылка находится в описании. Поддерживая меня, вы мотивируете на продолжение таких роликов, таких информационных записей.